На телеканале Юганск новости в студии Кристина Кочерова. Здравствуйте! В начале коротко об основных событиях понедельника. Главное это ответственность. Ответственность за выполнение строительно-монтажных работ по ремонту дорог. Именно качественное выполнение работы. Распланировали время, в какие сроки отремонтируют дороги в Нефтьюганске, уточнили на совещании в администрации. Юные нефтьюганцы сегодня отметили не только праздник защиты детей, но и первый день лета. А это начало самых долгих и любимых каникул. Счастливые дети, счастливое будущее. Нефтьюганск отметил Международный день защиты детей и открытия пришкольных лагерей. Праздник Святой Троицы и Храма Святого Духа по случаю дня рождения нефтьюганского прихода божественную литургию провел митрополит Павел. До середины июля в Нефтьюганске отремонтируют дороги. Напомним, в этом году в план вошли шесть проблемных участков. Торги состоялись, наступил период заключения контрактов. В связи с этим в администрации города прошло совещание с подрядчиками. В какие сроки уложатся строители и как будет организован контроль качества, узнала наша съемочная группа. Каждому участку уделили внимание. В первую очередь посчитали, сколько времени займут подготовительные и основные работы, а также нанесение разметки. Ее можно делать только через неделю после асфальтирования. Отметим, по большинству отрезков контракты предполагают завершение работ в августе. Однако подрядчики обещают не тянуть резину. Главное – это ответственность. Ответственность за выполнение строительно-монтажных работ по ремонту дорог. Именно качественное выполнение работы. Этим летом в городе отремонтируют пять участков дорог. Это помимо запланированных реконструкций и обустройства въездов на такие объекты, как водо- и канализационно-очистные сооружения. И так в план попало сразу два отрезка на усть Балыгской. Дорогой от жилой до объездной займется компания «Ювис». По словам подрядчика, ремонт потребует не более двух недель. Причем часть работ можно провести ночью. До 25 июня ремонт будет завершен. При этом дорогу перекроют лишь раз на сутки. Одним проходом сделаем все сразу за раз. А что там 400, то нас варят. За участок от улицы Нефтяников до Парковой по той же усть Балыгской отвечает универсал-сервис. Ремонт там начнется 8 июня и будет выполнен в срок до 1 июля. Между тем универсал-сервис уже приступил к работам на участке по улице Ленина от Парковой до Жилой. Сдача этой дороги намечена на 22 июня. Отрезок от знака нулевой пикет по улице Сургутской, что со стороны протоки Чеускина, отремонтирует фирма «Гарант». На участок длиной в 364 метра подрядчик заложил целый месяц до 10 июля. Пятью днями позже, то есть 15 июля, должен завершиться ремонт проезда 5П на отрезке от АЗС до проезда 8П. Речь о дороге в сторону СУ-62. Работы здесь выполнит универсал-сервис. На 3 километра дорожного полотна уйдет 36 дней. Немало внимания на встречу уделили и качеству работ. Если у вас нет специализированной лаборатории, то вы обязаны заключить контракт с предприятием, у которого есть специализированная лаборатория. И вы, согласно технологии, будете нам предоставлять отчеты лабораторных исследований о качестве материала, о технологии. Кроме того, на встрече планировали обсудить взаимодействие с общественниками. Однако в совещании принял участие лишь один представитель общественного совета по ЖКХ. Планируется, что инициативные горожане будут выезжать на объекты централизованно, чтобы внести свой вклад в развитие дорожной инфраструктуры города. Елена Раянова, Виктор Жбанов, Денис Ефремов. Телерадиокомпания «Юганск». Четыре часа в деле. Нефтеюганские подростки посвятят это лето благоустройству города и организации досуга маленьких горожан. Сегодня состоялось официальное открытие трудового лета. За три жарких месяца свои карманные деньги заработают 430 несовершеннолетних ребят и студентов. Армия молодых и активных нефтеюганцев сегодня официально получила путевку в трудовое лето. В течение трех месяцев ребята от 14 лет и старше будут заниматься благоустройством малой родины, озеленением и уборкой. Работа – это первый этап взрослой жизни. Теперь и вы, активные молодые люди, внесете свой трудовой вклад в благоустройство города, сделайте его еще более ярким и красивым. Эти три летних месяца для нефтеюганских подростков будут по-настоящему жаркими. Им предстоит не просто заработать деньги на карманные расходы, а внести свой вклад в развитие родного города и воспитание младшего поколения. Вы знаете, мы очень гордимся взрослого поколения нашего города, что у нас есть такие молодые люди, которые действительно хотят своим трудом приумножить наши хорошие дела. Вот я хочу всем вам пожелать, чтобы действительно все то, что вы задумали, какие задачи вы поставили перед собой в летний период, они обязательно у вас исполнились. Первое селфи в этом трудовом сезоне делает Ирина Лотарингская. Ученица кадетского класса прошла школу вожатых. И это при том, что поступать собирается в военную академию. Оказалось, любовь к детям проснулась, когда в семье появились два брата погодки – Гоша и Кирилл. Вот самое главное – это, наверное, найти подход каждому ребенку. Во-первых, нужно улыбаться всегда, ведь хмурыми не подойдешь и не кричать на них. Это доброта должна быть. Всего этим летом трудоустроят 430 юных нефтеюганцев. Это трудовые бригады, студенческие и педагогические отряды. Работать предстоит по 4 часа в день. Зарплата в районе 6 тысяч рублей. Все дети, которые будут устраиваться через службу за занятость и подростки, определяют, что я имущество трудового рода, а вам не трудовая, что зарплата, неспользованные дни отпуска, в течение месяца трудовой деятельности. Ребята предназдают отделенные навыки трудовой деятельности, чтобы дать больше, в принципе, очень помогают. 4 июня открывается первая смена работы в пришкольных лагерях. Однако уже с этого дня вожатые проводят игры с детьми на дворовых площадках. А ребята постарше готовы преобразить город до неузнаваемости. Светлана Ряписова, Евгений Трифилов, телерадиокомпания «Юганск». Счастливые дети, счастливое будущее. Сегодня исполнилось ровно 65 лет с тех пор, как День защиты детей празднуется во всем мире. Любящие родители стараются провести это время с ребенком и подарить ему праздничное настроение. А на улицах Нефтьюганска сегодня было, как никогда, много радостных мальчишек и девчонок. На площади юбилейной их ждала масса развлечений. Репортаж нашего корреспондента. На юбилейной площади детвору встречает медведь. Совсем не грозный обитатель сибирских лесов, а очень даже милый. Малыши так и тянутся к нему в объятия. При ближайшем рассмотрении Топтыгин оказался девятиклассником Димой. Медвежью шкуру он нарядился абсолютно добровольно. Очень хотел порадовать детей. Ребятня, конечно, мохнатого не пожалела. Дергала за лапы. Жарко, но терпимо. В следующий раз еще пойдешь на такой подвиг? Ну, если будет, сможет, да. А здесь готовятся к старту сотни бумажных аэропланов. Это молодогвардейцы решили провести первый городской чемпионат по запусканию самолетиков. Рослые парни по возрасту сами ищут дети. И от веселых забав получают удовольствие не меньше, чем те, кто пришел сюда с мамой и папой. Три, два, один. Бросает самолет. Первые двое, у кого дальше улетел, получают подарки. Остальная тройка остается. То есть задача максимально вручить подарки большему количеству детей. Играть будем вот с часа. И пока всех не одарим. А по соседству идут веселые старты, организованные Центром национальных культур. Кидает игрок с первой команды. Кидаем. Так, чуть-чуть не попал. Лиза пришла к библиотеке в отличном настроении. Во-первых, мама с утра ее поздравила и поцеловала. А во-вторых, девочка обожает городские праздники. Мне понравилось больше всего, когда мы играли и когда скакалочкой крутили. Мы хотели с бабушкой сходить на фонтан, побыть здесь до вечера. Здоровые дети и мирное небо. Что еще нужно взрослому человеку для счастья в такой день, считает Надия Минюкова. У меня внучка выступает. Такой радостный день. Пришли вот посмотреть на детей, радоваться вместе с ними. Погода хорошая. Юные нефтьюганцы сегодня отметили не только праздник защиты детей, но и первый день лета. А это начало самых долгих и любимых каникул. Даже погода в этот день преподнесла настоящий сюрприз. Впервые за много лет она не капризничала, а подарила северянам тепло и солнце. Инна Новикова, Евгений Трифилов, телерадиокомпания «Юганск». Лучики добра, неравнодушные горожане, родители устроили праздник для маленьких нефтьюганцев. Благотворительную акцию провели накануне в преддверии Дня защиты детей. В выходные мальчишек и девчонок радовали любимые герои мультфильмов, яркие фотографии, а также сотни воздушных шаров. Ростовые куклы только появились в поле зрения, а уже окружены детьми и взрослыми. В этот день горожан радовали герои популярных мультфильмов «Маша и медведь», «Волшебная корова», а также знаменитые диснеевские мышата «Микки и Мини Маус». Прежде всего мы хотим порадовать детей этой благотворительной акцией, потому что это весело, это любимые герои, которые… Ну для детей это праздник, это волшебство какое-то, это мультики, это интересно, приятно. Чтобы сфотографироваться с веселыми персонажами, нефтьюганцы выстраивались в очереди. Делает снимки Олег Бондаренко, он же инициатор и идейный вдохновитель благотворительной акции. На доброе дело отхликнулись друзья-фотографы, организаторы детских праздников и просто родители. Закупили больше тысячи разноцветных шаров, включили любимые детские песни и пригласили мультяшек. Подарить детям радость, хоть такую мимолетную, но равно радость, чтобы жизнь в нашем городе не казалась такой скучной, чтобы всем детишкам было весело. Показать детям хороший пример, чтобы они выросли потом хорошими, успешными людьми. Несколько часов большие игрушки веселили и радовали всех гостей. Любознательные ребята смогли пообщаться и сфотографироваться с героями популярных мультфильмов. Здесь много детей, шарики летают, музыка играет, больше ничего и не надо. Мне нравится погода. Мне понравилась Микки Маус и Мини, потому что это мой самый любимый мультик. Они веселые, озорные, они шутят хорошо и смешно. В костюме Маши Юлия Атясова. Мама двоих детей запросто вжилась в эту роль. И дома, и на работе девушка дарит позитив окружающим, поэтому не смогла обойти стороной благотворительную акцию. Я думаю, что главное, наверное, им понравилось, что мы подарили им улыбки и позитив. Я думаю, что им очень понравилось. И это наше не последнее мероприятие. Мы будем проводить, надеюсь, это ежегодно. В этом празднике нет места коммерции. Бесплатные подарки получили практически все малыши. Прямо на площади организаторы надували и раздавали воздушные шары. Аниматоры подарили своим маленьким зрителям заряд положительных эмоций. В следующем году Олег Бондаренко планирует вновь провести праздник. И тогда каждый желающий сможет подарить свой лучик добра нефтьюганским ребятам. Светлана Ряписова, Денис Малев, телерадиокомпания «Юганск». Чем больше детей, тем больше праздник. Многодетные родители 1 июня не остались без внимания. Общественные организации позаботились о своих подопечных. Подробности в нашем сюжете. Каждый год организация многодетных семей «Доброе сердце» старается сделать 1 июня для своих подопечных особенным. Ведь это именно тот день, когда вся семья может отложить все дела и заботы на потом и посвятить время своему досугу. Нам очень нравится. Четырьмя детьми не каждый день получается выбираться. Дома постоянно. А тут выбрали время. Очень интересно. Рисовали мы на асфальте всякие рисунки. Детям понравилось. Просто эмоции. Не знаю, как передать. Нравится, в общем, все. Разноцветные шарики, диски с компьютерными играми и легко смывающиеся тату. Организаторы предусмотрели все, чтобы маленькие и взрослые участники их клуба почувствовали праздник. Еще один сюрприз подготовила для горожан организация «Содействие социально-психологической помощи «Многодетная семья». Пять бесплатных билетов для похода в кинотеатр на просмотр мультфильма. Пять бесплатных билетиков. Наша телекомпания, в свою очередь, в течение трех дней транслировала мультпроект «Фикси-пелки», где маленькие герои популярного сериала поют о различных изобретениях. Сегодня заключительный день показа. Мария Орехова, Светлана Ряписова, Дмитрий Шестопалов, телерадиокомпания «Юганск». Праздник Святой Троицы отметили православные христиане накануне. А сегодня нефтеюганский приход встретил престольный праздник Храма Святого Духа. По традиции возглавил Божественную Литургию митрополит Хантамансийский Сургутский Павел. Став на колени и опустив голову, православные христиане, в том числе и церковнослужители, вместе молятся о прощении грехов. Праздник Святой Троицы – один из тех великих дней, когда каждый верующий, независимо от степени его воцерковленности, задумывается о том, как он проживает свою жизнь. Зеленая одежда священников и украшенный цветами храм – своеобразные символы обновления людей благодаря Святому Духу. Сегодня прихожане нефтеюганского благочиния встретили священный престольный праздник. Отметим, это дата переходящая, однако всегда выпадает на понедельник. Узовы души, сегодня такой день, земля именится, лето начинается, земля задышала, зелень вся распустилась. Это радостная жизнь новая, познамовелись. Народные традиции гласят, что в этот священный праздник нельзя работать на земле. По церковным же обычаям главная миссия прихожан в День Святого Духа – идти в храм и молиться Богу. Божественную литургию провел митрополит Ханты-Мансийский Сургутский Павел, а помогали ему священнослужители прихода нефтеюганского благочиния. Дорога одна на всех. Местные велосипедисты напомнили пешеходам и автолюбителям о правилах дорожного движения. Велопробег по улицам города организовали госавтоинспекторы и приурочили его ко дню защиты детей. На велосипеды сели дети и взрослые, профессиональные спортсмены и просто любители езды на двухколеснике. Самому маленькому участнику велопробега два с половиной года. Есть и те, кому перевалило за 50. Мероприятие направлено прежде всего на повышение безопасности дорожного движения с участием велосипедистов. С наступлением летних каникул этот вид активного отдыха станет еще популярнее, поэтому бдительность не помешает. Все равно поддержание здорового образа жизни. Может народ то увидит, тоже захочет поучаствовать, пересядет там с машины, с пешеходов, с велосипедистами. У самого тоже есть машина, но стараюсь почаще летом выезжать на велосипеде с ребенком, сам тоже побольше кататься. Вообще мне очень приятно видеть большое количество велородителей на наших дорогах, которые очень аккуратно, естественно, ездят. Мне кажется, вот если действительно ребенка приучать, а с молодых уже, да, ногтей к этому, он выучит и правила дорожного движения, и будет также активистом за здоровый образ жизни. То есть это сплошные плюсы. День защиты детей, конечно же, чтобы наши дети были здоровы, чтобы они занимались спортом, чтобы они соблюдали правила дорожного движения, занимаясь спортом, в том числе катаясь на велосипедах. Конечно, к сожалению, в нашем городе пока нет специальных велосипедных дорожек. Сделать велодорожки, сделать место для отдыха людей, потому что люди конкретно все собираются на лыжной базе. Там они и на роликах, там и собак выгуливают, там и на мотоциклах гоняют, там и на велосипедах. Все это в куче, как-то вот никуда не сюда. Велосипедистов Хотелось бы напомнить водителям о том, что в преддверии школьных детских каникул в летний период Велосипедистов станет еще больше на дорогах города Нефтьюганска, поэтому быть особо внимательными и пропускать, предоставлять преимущества в движении как пешеходам, так и велосипедистам. Юные спортсмены Нефтьюганска отметили праздник. Сегодня принять участие в Спартаке Аде, посвященной Дню защиты детей, заявили все спортивные учреждения города. Показать свои возможности решились более 200 ребят. Торжественный марш, выступление гостей, яркое теплое солнце. Все сопутствовало хорошему настроению спортсменов. Ребята из шести профильных учреждений распределились по всему стадиону Нефтяник. Зимой они биатлонисты, сейчас легкоатлеты, которые с особым усердием готовятся к каждому старту. Тренер под каждого спортсмена составляет свой план, и каждый спортсмен тренируется в силу своих возможностей. Я чувствую, что этот спорт мой, и только он мне интересен. Завязать шнурки, разогреть мышцы и преодолеть волнение – привычный набор действий профессиональных спортсменов. Сегодня Спартаке Ада проходила по шести основным видам спорта. Здесь присутствуют даже прыжки на батуте. Там надо прыгать, делать всякие элементы, комбинации. Половинка, двойной вперед, назад, винты. Агитировать нефтьюганцев за здоровый образ жизни даже не приходится. Многие ребята еще в дошкольном возрасте приходят в различные спортивные секции. У нас проводятся различные кроссы. У нас в этом году, если вы может помните, у нас лыжня России была. А на лыжне России чествовали самого юного спортсмена и самого взрослого спортсмена. Юный спортсмен, если не ошибаюсь, кажется, вообще что ли было три годика ребенку. Для любителей уличных видов спорта по случаю праздника открыли новую площадку. Сегодня стритворкаут также вошел в программу Спартаке Ады. Отметим, теперь профессиональные воркаутеры могут заниматься и на стадионе в первом микрорайоне. Кристина Кочерова, Денис Ефремов, телерадиокомпания «Юганск». На этом все. Узнавайте о событиях города в программе «Сейчас нефтьюганский». И делайте новости вместе с нами. Звоните в будни 23 77 47. Всего вам доброго и до встречи в эфире.